Немецкий трофейный коврик с оленями мне подарила моя подруга. Когда-то он висел над её детской кроваткой. Деревянный полосатый волчок. Я купила его в магазине детские штучки. В коробочке лежало много разных волчков, но этот был единственный полосатый, остальные были в цветочек. Деревянная рамка для двух фотографий. С одной фотографией. Когда-то эту рамку вместе со множеством других мелочей отдала на память моей маме её ближайшая подруга. В этом году ей исполнилось бы 98 лет. А на фотографии её муж, её будущий муж в форме гимназиста. Два деревянных яблочка, а может быть вишенки, на палочках. Я купила их в городе Киле в антикварном магазинчике. Продавец говорил только по-немецки, и я не узнала их назначения. Там же я купила деревянную лошадку, качалку. А лошадь с глазами-зеркальцами была привезена из Индии в начале 80-х. Вазочка-подставка на деревянные ножки. В начале 90-х я ходила за продуктами в универсам. А на втором этаже универсама был комиссионный магазин. И там я выбрала её из двух почти одинаковых. В вазочке лежит цветок, сделанный из рога. Я нашла его на рынке, на блошином рынке, на станции Марк. Очень давно. Этого рынка больше нет, уже много лет. И там же я купила деревянную цаплю. Чернильница. Когда в издательстве художественной литературы, где работала моя мама, списывали старые вещи, она принесла эту чернильницу домой. В ней плавают две ёлочные игрушки-малютки из набора, подаренного маме и её подругой. Дрожащий заяц. Его я купила на привокзальной станции города Дмитрово. А сурикат я купила в детском магазине в Москве. А в детском магазине города Упсулы я купила двух крошечных младенцев и пчелу. Фарфоровую уточку на блошином рынке Ташкента. А птичку-брожку тоже из фарфора на блошином рынке под Мизбахом. Деревянный индюк – подарок из Мексики. А деревянный волчок нераскрашенный из Баден-Бадена. Красный туалетный столик с зеркальцем из детского мебельного набора я купила в магазине «Фикс Прай». Икона из нашего подмосковного дома, где мы проводим лето. А морской пейзаж и старинный фотоаппарат – это вещи моего мужа. В отверстии для объектива фотоаппарата сидит петушок. Я не помню, как он появился. Подсвечник из дома моих родителей. А вазочку с орнаментом я купила в Риме в конце прошлого года.